Приветствую вас. На самом деле есть такое вот ощущение, исключительно субъективное чувство, когда кто-то или что-то переходит к границе. Особенность этой границы заключается в том, что пока ее не перейдут, вы о ней не узнаете. То есть вы не будете подозревать даже о том, что она существует. Эта граница. Но она есть. И если вы почувствовали себя именно так, почувствовали, что парень перешел границу, то прощать его конечно не стоит, потому что если он сделал это умышленно, если он сделал это сознательно, если он это сделал специально, чтобы проверить чувства, как вы говорите ваши, то ничего хорошего из этого не получится в дальнейшем. И соответственно, можете говорить о том, что человек будет поступать так еще и еще и еще и еще. Конечно, в рамках вот той ситуации, которую вы описываете, можно сделать скидку на исключительность, на то, что он боится, что вы не будете вместе, на то, что он не уверен в себе. Но это все решать вам. Понимаете? Мы не можем решать за вас, прощать ли вам его или нет. Это нужно только вам решать самой. Вот. И здесь опять же возникает вопрос. Почему вы нас спрашиваете? Вы не верны в себе или хотите подтвердить решение, которое уже принято? Дальше. Значит, как быть, спрашиваете вы? Как быть, чтобы что? Я рвел, что мне больно, я хочу, чтобы и он испытал это. Месть вам, кроме пустоты, ничего не даст, потому что вы можете почувствовать только себя, а почувствовать, что чувствует другой человек, вы не сможете. Поэтому месть, кроме как опустошение, вам ничего не принесет. То, что вы пишете, что уже несправедливо, это действительно относительное понятие, потому что я, например, считаю, что несправедлив этот факт, что ваши родители не выдадут за него. Вот это несправедливо, потому что родители, не родители решают, за кого выходить замуж, а вам. Но вы, наверное, считаете это нормально. Ничего с этим не делаете. А вот это почему-то несправедливо. Тут как бы градации справедливые и несправедливые, лично тонкие. Например, мужчина почутил, но вы-то обреагировали как-то. Понимаете? И тут надо спросить себя, почему я так обреагировал, например. Да, что мы переписываем за два месяца, он любит меня по его словам. Это если, это только по переписке любит, это невозможно. Это идеализация. Он мне нравится, то же самое. Я говорил ему, что мы не можем быть вместе, и за всех причин, наверное, не выдадут за него. Так, а они вообще знают о том, что он есть? Как быть? Как быть, чтобы что? Кажется, мне все нравится. Кажется, мне все нравится, но я без него не могу. А мне тоже, у него и не одно и то же написано. Кажется, мне сильно нравится, и без него не могу. Похоже на эмоциональную привязанность. Как у вас обстоят дела с самостоятельностью, значимостью, как у вас обстоят дела с реализацией, ну, личной. Вы пишите, что предпринять? Что, быть, что? Может расстаться с ним? Мы сейчас с полевой стороны. Как я понимаю, это была проверка на мое чувство, но мое чувство это было жестоко. Ну, если вы так считаете, если для вас это неприемлемо, действует исходя из того, что для вас это неприемлемо, не нужно поступать с тобой, не нужно поступать с твоими принципами и выступать ему, точнее. Но если есть хотя бы мельчайшая доля вероятности в том, что вы просто убегаете от ответственности в борьбе за свое счастье, да, то есть вот просто готовы перепоручить себя вашим родителям, которые собираются вас выдавать замуж за кого-то там, тогда делать этого не стоит. То есть вместо того, чтобы бороться с парнем, да, проанализировать, из-за чего вы спорите и ссоритесь, потому что кто мы? Кто мы-то? Вас двое. Вот он ссорится и спорит, и вы ссоритесь и спорите. Ну, тогда давайте сперва подумаем, почему вы ссоритесь и спорите, вот вы конкретно, зачем? Так вот, вместо этого лучше обретите независимость от родителей. Чтобы они не решали, за кого вас выдавать, а за кого нет. Вот это будет справедливо по отношению к вам. А там уже разберетесь, нужен вам мужчина такой или нет. Кстати, а почему вы по переписке взаимодействуете только? Почему вы в реальной жизни не встречаетесь, не пересекаетесь? С чем это связано? На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Так вот, вот так вот вот, вот так вот. Продолжение следует...